Что происходит? Воры! Они проверяют, дома мы или нет. Что вы делаете? Вы с ума сошли! Не заставляйте меня спускаться вниз. В такой час ночи, что вы делаете? Джихан? Джихан? Они вызовут полицию. Что, такое испугался? Да пошли, сказал, пошли. Вызовите кто-нибудь полицию. Ты почему не нажал на звонок? Испугался, порядочный парень? Я не собираюсь позволять говорить, что я боюсь. Ты посмотри. Что такое? В душе герой проснулся? Полиция! Беги, Махер, беги! Что теперь будем делать? Откуда пойдём? Разойдёмся. Как это? Как это как? Ты в эту сторону иди, я в эту пойду. Ничего себе, прям как в фильмах, значит. Из того расчёта, что разделимся на двое, им сложно будет нас преследовать. О чём ты говоришь? Беги. Иди давай. О чём ты говоришь? Субтитры создавал DimaTorzok Иди давай сюда. Сколько ты думал сможешь убегать от нас? Шагай давай в участок. Подождите. Помогать полиции – это самый главный долг гражданина страны. Вы перестаньте работать с малышами, я привела вам главного босса. Субтитры создавал DimaTorzok. Я привела вам главного босса. Откуда вы получите? Откуда вы получите? Я привела вам главного босса. Откуда вы получите? Откуда вы получите? Алё? Да, я. Что вы такое говорите? Какой ещё участок? С дочкой что-то случилось? Что? Участок? Что случилось, Джихан? Хорошо, мы сейчас едем. Что случилось? Не знаю, звонили из участка, сказали, ваша дочь здесь. Сказали, узнаете, когда придете. Что Джихан может делать в участке? Откуда мне знать? Ты меня спрашиваешь? Я сейчас оденусь и приду жить. Скорее. Комиссар, я человек, который встает в 7 утра. Мне даже поспать не дали. Я гражданин, который платит налоги. Я не заслуживаю этого. Ладно тебе, не преувеличивай. Будто твой магазин зажгли. У меня внук спал, господин комиссар. У невестки и так молока нет. Измучились, пока уложили его. Эти бандиты испортили нашу ночь. Комиссар, я правда не понимаю, как такое произошло. Потому что мой сын правда словно ангел. Простите, можно вас? Нашу дочь привезли сюда. Как звали вашу дочь? Джихан Юрекли. Пройдите до конца коридора, спросите там. Хорошо. Спасибо. Комиссар, здравствуйте. Мы родители Джихан Юрекли. Вот теперь все понятно. Ты сейчас, как видим, отсюда устремишься записывать мгновение. Конечно, запишу. Это мое первое дело. Но только никто не захочет прочитать мгновение девушки, которая звонила в звонки и попала в участок. Ты лучше напиши, что из машины попало. И увеличить продажи книги. И слава тебе пойдет. Мы не ставили правила в этом, но мы будем ими пользоваться. Следи за своими движениями, Махир. Я не устанавливаю правила. Я отрубаю головы. Тише будьте. Где вы себя возомнили? В кафе? Что такое, мать мафии? Испугалась? Они оба молоды. Раз и граждане забрали свои заявления, пусть не остаются здесь ночью. Заберите домой. Ну и поругайте. Спасибо, комиссар. Большое спасибо, комиссар. Не за что. Благодарим. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не обижайтесь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Садись давай В вашей семье это, кажется, обычное дело Не поняла? Что обычное дело? Использовать людей Айля Благодарю, что позволила мне общаться с такими людьми Не могу понять Я правда не могу понять Зачем человеку делать такую глупость? Никакого смысла нет, папа Просто повеселились немного Вы пили спиртное? Ты одним бокалом пьянешь Говори, я не буду злиться Я понимаю, что выглядит странно Странно? Ты это странно называешь? Это настоящее баловство Мы просто хотели немного побаловаться То есть Махир ни в чем не виноват Когда я попросила такое, он был вынужден пойти со мной Тебя точно та девушка повела с собой, не так ли? Потому что я знаю, мой сын никогда такое не сделает Мама Каждый человек временами хочет творить глупостей И для этого нет необходимости бежать за кем-то Если так беспокоитесь, скажу Это была идея не Джихан, а моя То есть не нужно никого винить Субтитры создавал DimaTorzok Со звонком в двери справились? А что будет со свадебным плотем? После вчерашней выходки мы теперь можем сделать все То есть я могу надеяться в адебное платье? Обещаю Госпожа Джихан не подойдет за стол, интересно? Или она в постель хочет свою еду? Скоро придет, ты садишь Доброе утро Доброе утро Доброе утро Куда ты идешь? У меня дела Дела не подождуть, пока позавтракаешь? Нет Отец снова обидку держит Ты посмотри на его слова Обидка, видите ли? Ешь свою еду Мама Мне нужно с тобой поговорить Хорошо, дочка, потом поговорим Но это очень важно Хорошо, поговорим Чай принесу Алло Что с тобой? Уходишь, не сказав ни слова Ничего, я же сказал, у меня дела Что за дела? Худешь, как Меджнун туда-сюда Что ты не можешь мне сказать? Да забудь Тебя не касаются дела бездарного отца Что за дела? Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Доброе утро Добро пожаловать Спасибо Участок, кажется, заставил тебя повзрослеть Кажется, стало мудрее Да Пока была за решеткой У меня было много времени подумать О чем думала? Думала Думала? Вчерашняя ночь была прекрасна Взять тебе кофе будешь? Хорошо И что такого прекрасного? Махир, я иду на урок Потом увидимся Ты что за наглый, бессовестный человек Потише следи за своими словами А что если нет? Ты расскажи мне Что прекрасного было ночью? Мы отчитываться должны перед тобой? Конечно, когда львы отходят Территория остается шакалом Это ты, что ли, лев? Ты меня не считаешь львом? Но я не забываю, что сам я являюсь шакалом Послушай, это мое последнее предупреждение Если не будешь держаться подальше от джихан Что если не буду держаться, господин лев? Каков твой план? Увидишь, когда придет время Товарищи из Кореи Скоро начнется урок Подпиши Хорошо Хорошо, братец, ты можешь идти Мы взяли твои показания Дальше сами посмотрим А когда вы поймаете их? Братец, ты не знаешь их имен Фотографии тебе показали В них ты не нашел Не знаю как, но мы будем искать То есть не найдете? Послушай, братец Твои деньги не я брал Мы записали, в какое время, где были Посмотрим, выясним Давай, счастливо Хорошо, спасибо Мирозапец Иди сюда Мирозапец Мирозапец Забрал деньги Верни мои деньги Помогите Я тебя убью Помогите Я не знаю этого человека Отпустите Отпустите Я убью тебя Он меня убьет Да, отпустите меня Он убегает Он убегает Он украл мои деньги Отпустите меня Он забрал мои деньги Ты украл мой выход Ты украл мою надежду Спасти дочь Ублюдок Отпусти Ты забрал у меня с руки Единственную ветку За которую держался Как дела? Хорошо Что за ночь была? Участок приключений Преступления Считаю, что нам надо продолжить Оказывается, какая спокойная у нас была жизнь Нет, отложим на некоторое время криминальные пункты Пожалуйста Что такое? Испугалась порядочная девочка? Нет Думаю, вчерашняя ночь достаточно для нас на некоторое время Знаешь, я раньше никогда даже мимо полицейского участка не проходила А меня семья каждый день из участка забирает Не шути Ладно, ты права Наши рассердились, а ваши были расстроены Наверное, испугались, что с тобой что-то случится Все еще не разговаривают Разве легко, Джихан? Как семья может сказать своему ребенку, что у него неизлечимая болезнь? Кому, если не семье, будет доверять человек, когда у него неизлечимая болезнь? Ладно На очереди свадебное платье Посмотрим ведь, да? Конечно Итак Свадебное платье покупает сторона жениха А костюм жениха покупает сторона невестки Прекрасно Но они дорого стоят Если взять на прокат Тоже немало выйдет Махир, отпадает это дело Нет, ты не переживай Мы как-нибудь найдем выход Ты лучше подумай о том, что скажет твоя семья, когда узнает Я не могу представить выражение их лиц Они от меня что-то скрывают, а я от них Ничего не поделать Мы говорили о свадебном платье Да, говорили Говорили, но я еще даже предложение выйти замуж не получила Что смотришь? Погоди, куда ты это так спешишь? Пойдешь, не поздоровывайся со мной Я там всю ночь тебе думаю, а ты что делаешь? Алло Ты меня не слушаешь, что ли? Я всю ночь тебе думаю, говорю Посмотри, из глаз сон капает Знаешь почему? Потому что они закрывались, когда думал о тебе Ладно Ты подумал над моим предложением? Хотя и думать нечего Тебе придется согласиться И если по-хорошему не согласишься Беги, дорогая, беги Пока что беги одна Все равно вместе будем бегать Папа не придет? Его и так утром за завтраком не было Отныне папа не будет с нами есть С чего ты это взяла? У него дела, когда закончить придет Я позвоню папе Слышу тебя, чемпион Папочка, где ты? Мои дела немного затянулись Но я приду, не переживай Папа, твои дети беспокоятся за тебя Что это за звуки? Где это именно? Что за дела? Чемпион, я сейчас на улице жду человека Ладно, ты не переживай Я приду Его дела не закончились Он сказал начинать не ждать его Ну тогда начнем Мама, ты не переживаешь за папу? А зачем не переживать? Он же на работе Простите Я хотел спросить кое-что Конечно На днях здесь была дама, с которой мы сидели вместе Какая дама, брат? Такая высокая, с кофейным цветом волос Мы прямо за этим столом сидели Не помню, брат, наверное, не я работал в тот день А можешь позвать коллегу, который все время работает здесь? Конечно, я спрошу сейчас Мама Что ты делаешь посреди ночи? Дочка Были некоторые теплые вещи, и решила их вытащить Я помогу тебе Мама Ты, папа Дочка Мы в порядке Между мужем и женой бывает такое Ты не переживай Это ты расскажи, как дела в школе Родительское собрание будут проводить? Мама, не шути Это что, начальная школа? Ну сейчас и в начальных школах дети не звонят в дверь и не убегают Поэтому ты скажи ректору Пусть проведет родительское собрание Похоже, что в этой школе все еще есть дети, которые не выросли Мама Надя, я здесь видела брошюру С инвалидным креслом Для чего она была? Я брала для подруги Она просила, я дала ей То есть для подруги? Да, для подруги Ну что, не поздно? Ты не пойдешь спать? Я пойду спать Спокойной ночи Спокойной ночи Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Выгляни в окно Элиф, что ты делаешь у окна? Ничего Ничего Поправила занавес Спасибо, брат Смотрите, кто пришел Добро пожаловать, господин Али Какими судьбами сюда? В чем дело, одинокий ковбой? Одно дело было Это мы поняли То тебе видно Идем, что тебе заказать? Будешь что-нибудь пить? Давайте, без разницы Ну, рассказывай Снова упаковывать? Что такое, друг? Ты какой-то тихий стал? Что-то случилось? На самом деле, нужна слежка А потом посмотрим Если хочешь, сначала упакуем А потом посмотрим Сначала проследи Хорошо, как пожелаешь Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok